Один из крупнейших благотворительных фондов Приморья «Сохрани жизнь» отметил свое 13-летие. На день рождения пришли представители органов власти и общественных организаций, бизнесмены, волонтеры. Но главными гостями на празднике стали, конечно же, дети. Подопечный фонд, который был создан в 2009 году для помощи пациентам онкогематологического центра Краевой детской клинической больницы номер один. И сегодня те люди, кто есть в фонде, я очень благодарна своей команде, потому что это люди с большим сердцем, с таким невероятным чувством своего собственного долга, что они должны помочь, что нет времени на рабочий день. Мы работаем круглосуточно, без выходных, без праздников, потому что мы знаем, что от нас очень многое зависит. К счастью, большая часть детей, которые сталкиваются с этой страшной болезнью, справляются с ней. На данный момент в Приморье созданы все условия для лечения детей больных раком. Об этом заявила главный нештатный детский онколог-гематолог Приморского края Людмила Минкина. Статистика в детской онкологии достойная. Мы на сегодняшний день у нас в Приморском крае имеем выход хорошей длительной ремиссии 75% от заболевших онкологическими заболеваниями. При онкологии не может быть 100%. Мы к этому стремимся, другого выхода нет. Поэтому мы сегодня используем все возможности, которые могут сегодня помочь выйти на другие совершенно рубежи. Юных гостей мероприятия встретили веселые аниматоры со сладостями и подарками. В ходе встречи действовала выставка картин и фотографий «История благотворительного фонда «Сохрани жизнь. Вчера и сегодня». Главная цель сотрудников фонда – побудить людей принять участие в судьбе каждого ребенка, на долю которого выпало серьезное испытание. Безусловно, сегодня благотворительность, волонтерство, добровольческая деятельность являются нормой жизни для нашего общества, для нашей страны. Об этом, кстати, говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И однозначно мы видим на примере Приморского края о том, что с каждым годом все больше и больше людей, и молодежи, и взрослых участвуют в различных благотворительных акциях. В этот день было сказано много слов любви. По той простой причине, что в зале собрались очень близкие, дорогие друг другу люди. Благотворители и врачи, сотрудники друзья фонда, бывшие подопечные, представители органов власти, доноры и волонтеры. Все те, кто и есть фонд «Сохрани жизнь». Мы поздравляем фонд, который нам очень сильно помог с 13-летием. Желаем им также успехов в дальнейшем и помощи детишкам. Я хотел бы поздравить всех, кто сегодня работает в фонде. Прежде всего, конечно, Яну Байгот и ее помощников, потому что они делают очень нужную, важную работу. Я поздравляю фонд «Сохрани жизнь» с днем рождения. Наше сотрудничество с фондом более пяти лет. И каждый год я вижу, как энтузиазм у них только растет. Сколько хорошего они делают. И я хочу пожелать, чтобы все то добро в два, в три раза умножалось и возвращалось фонду еще большим добром. С днем рождения! Сохрани жизнь! Анна Дьякова, Денис Вадеев. Новости на Восьмом.